9 мая в Электрогорске состоялся торжественный митинг в честь Великого Дня Победы. В этот день мы низко кланяемся могиле неизвестного солдата, чествуем ветеранов, тружеников тыла, отдаем дань уважения нашим дедам и прадедам, матерям, дочерям, людям любых профессий, стойко пережившим ужасы войны. С большим уважением и радостью навещаем фронтовиков, всех, кто пережил блокаду Ленинграда, кто своим трудом приближал победу в тылу и каждому выражаем слова благодарности. Почтили память погибших в годы войны у памятника работникам торфопредприятия. Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали воин сирен, извещающих о военной тревоге. Не видели разрушенных фашистскими бомбами домов. Не знаем, что такое нетопленное жилище и скудный военный паёк. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. 77 лет. Целая человеческая жизнь. Но когда мы смотрим кадры военной хроники, думаем об одном. Как выстояли, как выдержали этот чудовищный ад. Мы преклоняемся перед героизмов отцов, дедов и прадедов. Памятник павшим воинам открыли возле торфопредприятия к 30-летию Победы. И с тех пор ежегодно на этом месте собирается все те, кто свято чтит память о подвиге нашего народа. С торфопредприятия на фронт ушли свыше 1100 человек. 392 из них – кадровые рабочие. Более 400 торфянников погибли на фронтах войны. От городского бульвара до Дома культуры был организован путь для памятного шествия. Самыми первыми вышли многодетные семьи со знаменем Победы из Лоскутков с именами участников Великой Отечественной войны. Сегодня в столь знаменательный день мы поздравляем всех жителей и гостей нашего города с великим праздником, с праздником Победы. Организация «Родное гнездо» и «Союз женщин России» совместно с жителями города решили шить свое знамя Победы. Как известно, некоторые лоскуты знамени уже идут сегодня в строю в Люберцах. Мы сделали свое из 112 лоскутов. Сегодня благодарные потомки своих дедов, прадедов, бабушек, прадедушек пронесут с честью и достоинством знамя Победы. Далее с бульвара вышли участники шествия «Бессмертный полк». В нем участвовали все, кому дорога память об ушедших жизни ветеранах. Жители со всего Электрогорска с гордостью вышли с фотографиями своих родственников. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей, не в землю наш полегли когда... Это мой дедушка Глазов Иван Андреевич. Он погиб, призом был в первые дни войны, из деревни Быни на Владимирской области Кижачевского района. Прошел всю войну практически, в 44-м он погиб на границе Польши и Белоруссии. Амелин Михаил Георгиевич. Прошел всю войну, дошел до Берлина. Да, и ранен был, наград много было, но умер уже в мирное время. Всегда любил этот праздник, и мы все его вместе отмечали, дети, внуки. Это моя бабушка, соответственно мой дедушка. Дедушка дошел до Берлина, бабушка дошла до Австрии, потом была перекинута в Японию на тот фронт. Это герои, которыми горжусь я, которыми гордится моя дочь. Соответственно сегодня мы хотим, чтобы они прошли в рядах Бессмертного полка, и чтобы все знали о том, что мы гордимся и помним. Это моего дедушки, прадедушки портрет. Вот. И я его очень люблю, и по нему очень скучаю. А где он воевал? На Великой Отечественной войне. И гордишься ли ты своим дедушкой? Конечно, горжусь. И хмурый дождь не испортил настрой идущих. Даже в непогоду все участники дошли до места, где прошло основное торжественное шествие. В нем принимали участие такие общественные организации, как Боевое братство, Совет ветеранов, Дети войны. Строго маршируя вышли и ученики электрогорских школ, служащие военных частей и волонтеры. Мы приветствуем военнослужащих воинской части 68-98, ее солдат и офицеров. Молодые ребята, пришедшие в миды российской армии, это потомки в 3-м и 4-м поколении тех бойцов Красной Армии, которые взяли на защиту Родины в суровые годы Великой Отечественной войны. С праздником, с Днем Победы от защиты и от сельства! Конечно, главные герои праздника те, кто лицом к лицу столкнулся с ужасами войны и познал всю ее горечь. Ветераны, труженики тыла, дети войны – это священная дата в сердце каждого, кто знает высокую цену мира, кто превыше всего оставит честь и достоинство нашей великой Родины. Это портрет моего отца, он прошел всю войну, с начала и до конца, и пришел в 46-м году уже с войны. А можете дать совет молодому поколению? Больше патриотизма хотелось бы, чтобы помнили все даты – Курскую битву, Московскую, Сталинградскую, блокаду Ленинграда. Мы когда были в Совете ветеранов, мы все ходили по школам и детям это преподавали. И всем… Это очень полезная вещь. Гордитесь ли вы своим отцом? Очень горжусь. Я горжусь не только отцом, я горжусь всеми ветеранами войны. Их люблю и уважаю. Вот у нас Сергей Петрович Лобиков остался последний ветеран войны. Мы желаем ему, конечно, еще прожить подольше, чем он живет. После праздничного шествия состоялся торжественный митинг. Гостей со сцены поздравили глава города, председатель Совета депутатов. Хочу от всей души поздравить вас с прекрасным и великим праздником Днем Победы. Пожелать всем удачи, благополучия. Ну и, наверное, самое главное сегодня – мирного неба над главой. Спасибо всем, кто пришел сегодня, несмотря на ненастную погоду на этот праздник. Мы сегодня все прошли на бессмертном полку, испытали массу положительных эмоций. Мы увидели, насколько приемственность поколений остается сильна в нашем городе. Мы всем любим и чтим наших прадедов, дедов, которые положили свою жизнь для того, чтобы мы сегодня с вами прекрасно себя чувствовали, прекрасно жили, чтобы над нами горело солнце. Еще раз всех с праздником! 9 мая – добрый, хороший, светлый праздник. Сегодня он немножко тревожный. Тревожный за жизни наших ребят, кто принимает участие в специальной военной операции. Тревожный за жизни наших жителей города, которые добровольцами также принимают в этом участие. Тревожный за судьбу нашей Родины. Мы видим, что, как и 80 лет назад, нам приходится иметь дело с тем же фашизмом. Но справились наши деды и прадеды, справимся и мы с праздником. От имени ветерана Великой Отечественной войны Сергея Петровича Лобикова с Днем Победы присутствующих поздравила его дочь. Дорогие ветераны, поздравляю вас с Великим Днем Победы! Война принесла горе в каждую семью, но наш народ выстоял, выдержал, победил проклятый фашизм. Прошли десятилетия, и эти фашисты снова подняли голову. Но наши потомки, внуки, правнуки уже доказали и доказывают, что они достойны своих дедов и прадедов. Дорогие воины России, мы здесь, мы рядом с вами, в одном строю. Мы верим в вас, мы ждем вас. Наше дело правое, победа будет за нами. Электрогорцы, всех, всех с великим праздником! Настоятель храма всех святых в земле российской просиявших, отец Александр, совершил панихиду по погибшим. Христос, воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробе живо даровал. Христос, воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробе живо даровал. В этот день организаторы праздника подготовили для гостей обширную программу. Каждый желающий мог угоститься попкорном, фастфудом и сладкой ватой. Бесплатно раздавали солдатскую кашу. Для ветеранов в Доме культуры накрыли стол. День такое праздничное, хорошее. У вас тоже, кстати, с праздником. Спасибо. Погода не помешала? Нет, конечно, почему? Погода отличная. Вот, сейчас солнышко твое выйдет. Как гордитесь страной вообще в такой великий день? Почему бы не гордиться? Конечно, горжусь. Радуюсь даже. Вот, спасибо. Что пожелаете всем присутствующим? Счастья, самое главное здоровья, чтобы все люди радовались. Минуты молчания почтили память тех, кто не вернулся с полей сражений. Прозвучали залпы почетного караула, а к мемориалу возложили цветы и венки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова